11 октября на радиостанции Говорит Москва в эфире программы Моторы Радиоведущий Роман Щукин со ссылкой на российского гонщика Романа Русинова Заявил, что болиды электрической гоночной серии Формула-И Перед гонкой заряжаются от дизель-генератора Давайте послушаем, что точно сказал товарищ Щукин Современный электромобиль без замкнутой системы получения возобновляемой энергии Не имеет никакого смысла Потому что вот здесь сидел Роман Русинов Пилот наш, прославленный чемпион и все на свете И рассказывал о своей эмоции от посещения Формулы-И Вы знаете, есть альтернативная формула, электрическая формула-И Когда все зелененькое, электрическое, беззвучное, без выхлопов А рядом за сеткой такой зеленым затянутым тентом Специально экологической, чтобы выглядело, чтобы все зеленое было Стоят дизель-генераторы, которые коптят Вырабатывая энергию, которой будут заряжаться эти формулы Как вы видите, говорил это журналист Щукин с нескрываемым энтузиазмом Веря, видимо, каждому слову Русинова К большому сожалению, Роман Щукин проявил некоторую степень профессионализма Ведь прежде чем что-то заявить в прямом эфире на всю страну Надо самому хотя бы проверить сказанную ему информацию Но он этого не сделал И получилось, по словам, которые любил приводить в эфире Его бывший, покойный ныне шеф Сергей Доренко Дед говорил, так-то оно так, то трошечки же не так А что же есть на самом деле? И отчего реально заряжаются болиды формулы И перед гонкой? Представьте, на самом деле электроэнергию для формулы И Вырабатывает дизельный двигатель Каменс КТА-50 Только это не совсем дизельный двигатель Потому что в нем сгорает вовсе не дизельное топливо И даже не зеленый биодизель В специально адаптированном бывшем дизельном двигателе Сгорает глицерин Многие, наверное, удивятся Разве глицерин может быть топливом? Для тех, кто не знает, расскажем Что глицерин является побочным продуктом производства биодизеля И британская компания Аквафью Разработала специальную технологию Использования глицерина в качестве топлива В усовершенствованном дизельном двигателе Вот что говорит генеральный директор компании Аквафьюл Полдей Это действительно красивая вещь Мы делаем наши генераторы с использованием действительно чистого топлива Чистого с точки зрения выбросов углерода А также низкого уровня выбросов твердых частиц Их практически нет Это довольно удивительно Глицерин по смазывающей способности намного лучше, чем дизельное топливо Так что все движущиеся части в системе впрыска смазываются намного лучше И они остаются чистыми Потому что в процессе работы не производится сажа И практически нет твердых частиц Катализаторы для очистки выбросов также остаются в очень хорошем состоянии Поскольку они никогда не забиваются А вот вам для сравнения таблица по показателям выбросов От обычного дизеля и от глицерина Как вы видите, они различаются на порядке Так что представленная журналистом Щукиным в прямом эфире картина Дымящего дизельного генератора Совсем не соответствует реальности А если бы журналист попытался бы узнать Кто такой Альхандро Агак Основатель формулы И То понял бы, что этот человек по-хорошему вштырен И заточен именно на чистую энергию и транспорт И поэтому он создал электрическую формулу И поэтому он никогда не допустил бы Коптящих дизель-генераторов на своих гонках ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА